Несмотря на то, что прошлый урок по пиксель-арту растянулся аж на 38 минут, я рассказал вам еще не все, поэтому этот урок будет его прямым продолжением. В прошлом уроке я рассказал о том, как использовать фильтр палитризации, чтобы ваш пиксельный рисунок держался в рамках заданных цветов. При этом я понимал, что используя только этот фильтр, результат может оказаться не самым хорошим, потому что чем больше в вашей палитре будет разнообразных цветов, например, она будет состоять из всех 256 цветов, тем выше вероятность того, что цвета рисунка под этим фильтром будут сильно отклоняться по оттенкам. Например, вы ожидаете, что при следующем штрихе фильтр использует цвета, расположенные в градиенте рядом с основным цветом или хотя бы близкие к этому основному цвету, а вместо этого он лепит вам в рисунок пиксель, цвет которого сильно отличается оттенком. На самом деле, фильтр все делает правильно. Если вы хотите знать, почему так происходит, например, чтобы лучше понимать поведение своей программы, я готов посвятить этому отдельный ролик. Просто напишите об этом. Но суть в том, что если в итоге нарисовать весь спрайт такими разнородными оттенками, то он может показаться грязноватым. Если в обычном цифровом рисунке большого разрешения посторонние оттенки иногда приветствуются, поскольку могут добавить картине звонкости, а в некоторых программах даже специально добавляют функцию грязная кисть, при умелом использовании которой рисунок будет казаться намного натуралистичнее, то в случае со стилем пиксель-арт при крупнозернистости некоторые грязные пиксели могут смотреться инородно. Поэтому в пиксельном стиле чаще лучше держаться ближайших цветов градиентов, и только изредка отклоняться цветами в сторону других градиентов, примерно как с поездками в метро. В основном мы ездим только по одной ветке цветов, и только изредка делаем переходы на другие ветки. Я понимал это негласное правило и в прошлый раз, поэтому используя только один фильтр политризации, поначалу я выходил из этой ситуации только ручной проверкой и перерисовкой каждого инородного цвета на спрайте, не прибегая к свободному использованию 32-битного цветового круга, что по сути толкало фильтр на выбор сторонних оттенков. Разумеется, такую вольность цветов нужно стараться держать в ежовых рукавицах, но согласитесь, с большой палитрой на 256 совершенно разных цветов контролировать каждый пиксель очень утомительно. Поэтому еще при создании первого урока я начал изучать и другие фильтры. И теперь, кроме фильтра политризации, в этом уроке я расскажу еще о нескольких фильтрах, которые снимут у вас груз с плеч, и вы сможете еще легче и еще быстрее добиваться безупречных результатов, не заботясь о ловле блох. В смысле пикселей. А самый главный из фильтров, о котором я буду рассказывать, это индексированные цвета. Оговорюсь, что сразу рассказать об этом фильтре в первом уроке я не мог по некоторым причинам. Очень много было дел, обязательств всяких, задумок. Да нет, не поэтому. Во-первых, документация о нем очень поверхностная, что при таком количестве кнопок и флажков достаточно странно. И даже при том, что я понимал из названия фильтра, зачем он нужен, к нему все же возникло немало вопросов, ответы на которые найти оказалось не так быстро, как хотелось бы. По сути, все, о чем смогла рассказать документация, это то, что фильтр преобразует серые цвета в выбранные нами цвета. И надо пользоваться этим диалоговым окном, чтобы создать нечто подобное. А во-вторых, я не хотел рассказывать вам о том, чего сам не осознал в полной мере. Мне нужно было время, чтобы не только узнать, где что тыкать, но также и попытаться найти общую волну с этим фильтром, чтобы полностью понимать, чего от него ожидать. И теперь, когда я вдоволь наговорился с компьютерной программой, я готов, начнем рисовать. Окей. Лично для себя я выбрал такой алгоритм рисования. Вначале набрасываю темный силуэт будущего спрайта. Для этого я использую пиксельную кисть со стопроцентной видимостью. Создание пиксельных кистей я описывал в прошлом уроке. После этого беру обычный тонкий карандаш, иногда пиксельный карандаш для доработок, иногда даже масляную кисть, чтобы создать равномерную плоскость. О том, как настроить нормальные масляные кисти, я также рассказывал в отдельном уроке. На этом этапе я не морочу себе голову цветами, а пока что рисую черно-белый вариант спрайта, потому что так удобнее для начала определиться с освещением. Теперь, когда я начинаю чувствовать дискомфорт в этом ахроматичном пространстве и становится трудно разобрать, где какой фрагмент спрайта начинается, а где заканчивается, я начинаю разделять эти фрагменты на разные групповые слои и определяться с их цветами. Вначале я окрашиваю их в режиме перекрытия, чтобы не нарушить освещение, которое я только что подобрал. Но удобнее использовать еще один фильтр, о котором я расскажу чуть позже. И только после того, как я определился с цветами, я начинаю применять фильтры и дорисовывать детали спрайта с уже активными фильтрами. В первую очередь, для каждого фрагмента нам нужно определить свои диапазоны градиентов цветов. Это может быть один градиент, а может быть несколько небольших. Сделать это можно, применив вначале фильтр политризации для каждого группового слоя, как мы это делали в прошлом уроке. Этот фильтр даст возможность получше рассмотреть, какие цвета можно взять за базовые. На самом деле, можно даже не применять фильтр политризации, а просто использовать пипетку на конкретных областях спрайта с еще пока неограниченными цветами. После каждого нажатия пипеткой, Крита все равно покажет вам ближайший к подобранному цвет на вашей палитре. Просто не забудьте выбрать нужную палитру из списка палитр и наблюдайте за ней во время подбирания цветов. Хотя, я все равно советую использовать политризацию, чтобы заранее видеть общую картину подобранных цветов. Какие цвета нужны, а какие нет. Теперь добавляем фильтр индексированных цветов. По умолчанию в окне заполнено 4 цвета. Какие-то из них можно отключать и включать с помощью флажков рядом. Однако лично мне эти 4 цвета точно понадобятся. И даже больше. Мне понадобится по 2 цвета на оттенок. То есть всего 8 цветов. Очевидно, максимально можно использовать 16 цветов. По 4 цвета на оттенок. Но нам хватит 8, чтобы спрайт перестал отдавать кислотными контрастами. Теперь смотрим на спрайт и заносим в соответствующие ячейки все 8 цветов. Два самых темных цвета в оттенок тени. Два следующих в базовый оттенок. Два следующих в свет. И два последних в так называемую яркость, то есть цвета для бликов. После отбора со спрайта наиболее подходящих цветов, я стараюсь понять и найти похожие цвета так, чтобы они находились хотя бы близко друг к другу в моей палитре, а не были разбросаны по всей палитре. Например, как я сейчас подбираю цвета для кожи персонажа. Здесь у вас могли возникнуть вопросы, которые возникали и у меня. По умолчанию нам было дано только 4 цвета, но при использовании дополнительных цветов, правильно ли по яркости я располагаю цвета слева направо, не наоборот? В качестве антракта действительно стоит сделать паузу и вспомнить страницу из документации, которая была плохо освещена, и наконец осветить ее так, чтобы вопросы, которыми задавался я, не возникали и у вас. Что касается этих ячеек, на самом деле порядок яркости вроде бы не важен. Потому что, как я понял, фильтр сам вычисляет, какой цвет в одном ряду оттенка темнее, а какой светлее. Однако, просто чтобы не путать себя же самих, я рекомендую придерживаться какой-то одной системы. Например, можно располагать цвета внутри каждого оттенка, снижая яркость цветов справа налево, как это делаю я. То есть слева заносим цвета более темные, а справа более светлые. В итоге оттенки будут выстроены таким зигзагом. Как только закончится самый светлый цвет тени, цветовая шкала продолжится с самого темного базового цвета. После самого светлого базового цвета, с самого темного цвета из светлых. И так же от светлых перейдет к бликам. Оценим, как сейчас выглядит наш фрагмент спрайта. Пока мы загнали его в один оттенок. Уже хорошо. В том же разделе фильтра ниже есть флажок диагональные градиенты. Честно скажу, я полчаса потратил конкретно на этот флажок, чтобы понять, как он работает. Ведь из этих двух слов можно подумать все что угодно. Какие градиенты? Где эти диагонали? Лично я поначалу подумал, что это нечто вроде таблицы Менделеева, где некоторые химические элементы располагаются диагональными переходами при изменении их свойств. Например, как полуметалла между металлами и неметаллами. Но нет. В нашем фильтре все оказывается намного проще. Включая этот флажок, мы даем команду фильтру дополнительно создавать цветовые переходы между группами оттенков. То есть теперь группы оттенков будут учитывать цвета друг друга и создавать промежуточные градиентные миксы. По крайней мере, так это понял я после того, как исследовал изменения в цветах с включенным и отключенным флажком. Но честно говоря, я бы не рекомендовал злоупотреблять этой диагональной дружбой между группами. Ведь наша задача при использовании этого фильтра для пиксель-арта как раз максимально точно и красиво ограничить те или иные оттенки спрайта, а не создавать разнообразие цветовых оттенков, а вместе с ними нежелательные и неподконтрольные нам грязные цвета после применения палитризации. Но это, как говорится, лучше смотреть по обстоятельствам. Потому что в разделе ниже индексный фильтр дает нам возможность настроить шаги градиентов. То есть количество промежуточных цветов между теневыми и базовыми цветами, между базовыми и светлыми, между светлыми и яркими бликами, а также промежуточные цвета. Вообще между каждым цветом. Благодаря счетчику ниже вы можете легко проверить свои ожидания в количестве цветов при настройке промежуточных цветов, а также в принципе при желании ограничить их до определенного количества. Я же для себя считаю достаточно будет настроить по одному промежуточному цвету между каждой группой и в целом между каждым цветом. Еще ниже в разделе уровня индексации вы можете сделать общую цветокоррекцию по модели LAB, которая для цели оценки цветов действительно наиболее уместна. Кратко напомню или объясню, кто не знает. Ползунок L это светлота. Зачем он нужен, очевидно. Ползунком A вы выбираете, сколько в цвете должно быть красного или зеленого. Красный справа, зеленый слева, посередине дружба. Ползунком B вы выбираете, сколько в цвете должно быть желтого или синего. Два противоположных цвета. Желтый справа, синий слева. Советую поэкспериментировать в выборе цветов на панели конкретный выбор цветов, предварительно переключившись на модель LAB. В ней на ползунке светлоты хотя бы можно видеть цвет, который вы накрутили. И последнее в нашем фильтре это флажок шагов альфа прозрачности. Если по каким-то причинам вам нужно добавить промежуточные полупрозрачные переходы, то можете прибавить это значение. Оно будет обозначать количество ступеней полупрозрачности. Если поставить значение 0, фильтр не будет ограничивать себя никаким количеством этих ступеней и переход будет очень плавным. Однако поскольку мы рисуем в пиксель арте и антиалясинг нам не нужен, это значение нужно оставлять на единицы, при котором остаются только полностью прозрачные и полностью непрозрачные области. Закончив с настройкой фильтра индексированных цветов, можно обнаружить, что сформированные им промежуточные цвета выпадают из нашей палитры на 256 цветов. Несмотря на то, что в группах оттенков мы указывали цвета строго из своей палитры, промежуточные между ними цвета продолжают жить своей жизнью. Поэтому именно теперь необходимо дополнительно применить фильтр палитризации, чтобы все промежуточные цвета подогнать под ближайшие цвета палитры. Настроив по два таких фильтрующих слоя для каждого фрагмента спрайта, можно продолжать рисование, причем просто черно-белыми цветами, и быть полностью уверенным, что разброс в цветах по палитре будет минимальным, и все цвета будут стараться держаться палитры. К слову, фильтр индексированных цветов имеет еще одно преимущество в рисовании. Например, головной убор персонажа у меня должен состоять из двух оттенков – белого и синего. При этом размер головного убора настолько мал, а полосы на нем настолько частые, что разделять его еще на два фрагмента было бы нерационально. В моем случае удобнее использовать один и тот же индексный фильтр, только ячейки темных оттенков используют для синих полос, а ячейки светлых оттенков – для остальной белой ткани. Таким образом, если я буду рисовать темными цветами, они будут преобразовываться в синие оттенки, а если светлыми, то они будут преобразовываться в бледные серые оттенки. И последнее. В какие-то моменты рисования вы можете обнаружить, что грязные цвета снова дают о себе знать, как сейчас случилось у меня. Я решил эту проблему проще. Просто снизил количество промежуточных цветов между светлыми и яркими группами до нуля, потому что для данного фрагмента спрайта цветов мне и так более чем достаточно. Однако вы в таких случаях можете не просто убрать все промежуточные цвета, но и сделать свой собственный промежуточный цвет, добавив его третьим цветом в одну из групп оттенков. Таким образом, вы еще строже ограничите диапазоны цветов и с еще большей легкостью сможете рисовать, не переживая, что у вас вновь могут образоваться посторонние цвета. Хотя основная часть урока закончена, в качестве бонусов, а также для очередного облегчения жизни, я хочу посоветовать еще пару фильтров для дополнительного контроля над цветами спрайтов. Во-первых, я хотел бы порекомендовать фильтр цветокоррекции HSL, потому что у вас вполне может возникнуть ситуация, когда нужно быстро изменить цвета тех или иных фрагментов спрайта, в то время как вы уже нарисовали весь спрайт, а исправлять каждый цвет в фильтре индексированных цветов слишком долго и уместнее отложить это на потом. Либо он может послужить помощником в прогнозировании и определении цветов до применения фильтра индексированных цветов, как я и делал в самом начале. По умолчанию в фильтре цветокоррекции установлен тип HSL, и я согласен с этим выбором, потому что он самый удобный. Первым ползунком вы можете изменить основной оттенок. Вторым – насыщенность выбранного оттенка. Третьим – его светлоту. Флажком тонирования вы можете не просто откорректировать имеющиеся цвета спрайта, а полностью задать ему новую окраску, что в общем предпочтительно, если ваша задача именно изменить цвет. А во-вторых, это фильтр пастеризации, который просто изредка может послужить дополнительным корректором уже настроенных цветов. Или наоборот, помощником в определении первоначального градиента рисунка еще до того, как вы примените фильтр индексированных цветов. Просто, несмотря на примитивность этого фильтра, его также не стоит сбрасывать со счетов. Вы могли заметить, как я иногда ловко тасовал слои фильтров, но ничего об этом не говорил. Отчего вы могли задаться вопросом? А имеет ли вообще значение расположение этих слоев? Да, разумеется, имеет. Причем очень важное. Мы знаем, что обычные слои рисунка, расположенные выше, перекрывают слои ниже. Значит, и слои фильтров будут действовать по тем же правилам. Поэтому лучше всего складывать фильтры в зависимости от задач, которые вы себе ставите. То есть, вначале пусть идут какие-нибудь фильтры, задающие базовый рисунок, его цвет и свет и тому подобное. Например, вначале может идти пастеризация или какая-нибудь цветокоррекция, чтобы грубо определиться с основными цветами. Далее, поверх этих базовых фильтров можно будет создать фильтр индексированных цветов, чтобы окончательно вписать цвета, с которыми вы определились, в его ячейке. Либо, как я говорил ранее, вначале можно применить фильтр индексированных цветов, а только потом поверх него делать цветокоррекцию, если нужно быстро оценить, будет ли вообще уместно менять цвета спрайта. И только в самом конце, поверх всех фильтров, стоит накладывать фильтр палитризации, который окончательно подгонит все цвета под палитру, особенно промежуточные, которые не ограничиваются палитрой на 256 цветов, а использует все 32 бита. В общем, зная, как пользоваться всеми этими фильтрами, можно, не отступая от традиционного способа, рисовать отменные спрайты и даже каждый кадр анимации к ним. Ведь все фильтры будут на своих местах, и вам останется только менять черно-белую карту освещения на каждом кадре, не заботясь об оттенках. На этом у меня все. Если урок был вам полезен, не откажусь от вашей взаимности в виде оценок, комментариев и подписки. Сами понимаете, лайки сами не поставятся, подписки сами не оформятся. А еще у меня небольшая просьба. Если вы что-то нарисуете таким методом, поделитесь, пожалуйста, со мной своими творениями. Мне очень интересно, насколько может быть применим данный метод у кого-то, кроме меня. А если у вас остались вопросы или предложения для новых тем, которые вам, кажется, стоит рассмотреть, пишите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!